МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер. Здравствуйте. В эфире программа «Контакт». «Контакт по понедельникам». Непростой день понедельник всегда начинает неделю. И мне очень приятно, что с этой нашей программы мы с вами начинаем как бы тоже свою рабочую неделю. Мы заряжаемся, мы стараемся быть моложе, бодрее, интереснее. И я надеюсь, что те гости, которые приходят ко мне в студию, которые являются вашими гостями, такую вам энергию дают и такую возможность действительно дают стать бодрее, веселее. Сегодня у нас хорошие гости. Сегодня у нас интересные гости. Гости, которые расскажут нам об огромном, таком, что ли, куске, глыбе человеческой жизни. Эта глыба называется «Война». Сегодня тоже идет война в Америке. Есть война с Ираком. Наше поколение тоже прошло через какие-то войны. Война в Чечне. Война была в Афганистане. Приехали в Америку. Есть война в Ираке. Наши внуки, наши дети воюют в Израиле. Война. Война в жизни человека. Сегодня у нас гости ветераны войны. Ветераны Второй мировой войны. В мае месяце 60 лет, как закончилась эта война, которая нам казалась последней. По крайней мере, многим, которые ее пережили. Казалось, что все, теперь будет мир. И вот 60 лет прошло с тех пор. В студии у нас ветераны войны, которые прошли эту войну, которые, слава Богу, бодры, здоровы и даже будут праздновать в ближайшие дни свои юбилеи. Итак, мои гости сегодня Григорий Гуртовник. Здравствуйте, Григорий. Добрый день. Здравствуйте. И Ася Гиндина. Здравствуйте, Ася. Здравствуйте. Григорий, вам будет завтра сколько лет? 80 лет. 80 лет? Да. Вы прекрасно победите. Войну я закончил, Борис. Мне было 20 лет ровно. 20 лет. И сегодня, завтра исполняется 80. Ася, а вам сколько будет лет? Мне 12 июня будет 80 лет. Войну я закончила в Берлине, когда мне было 20 лет. Вы и ровесники. У вас все как бы совпадает. Скажите, и, наверное, какие-то в жизни этапы тоже. Сколько вам было лет, когда вы пришли на войну? Если можно так сказать, что приходят на войну. Я, когда война началась, я жила в Житомирской области, на Украине, город Володарск-Волынск. У нас эвакуации не было. И я попала в окружение. И я чудом жива осталась. Я оттуда бежала, добежала до города Корстынь, и пошла в военкомат, и мне взяли в медикатный санитарный батальон. Мне было ровно 16 лет. 16 лет? Я родила 12 июня, а 22 война начала. Но ведь не брали в армию, мне кажется, до 18 лет. Мы не взяли в медикатный санитарный батальон, потому что мои родные попали в окружение, и им не удалось оттуда сбежать. Все погибли. Нас тоже было 8 детей. 16 лет. Скажите, у вас есть сегодня 16-летние внуки? Есть. Как вы думаете, эти внуки могли бы, вот как вы, быть таким сильным, пойти на фронт, воевать? Я думаю, что могли бы. У меня сегодня, 21 марта, день рождения внука в Израиле, ему сравняло 17 лет. 17 лет. То есть он практически ваш ровесник, когда вы отправились на фронт. А в 17 лет у меня первые бои были в Сталинграде. Но вы, я смотрю, у вас есть другие награды. У вас есть материнская слава. Вы мать-героиня? Да. Орден материнской славы за 8 детей. Как вы успели? Вы успели и войну пройти? Да, вы 9 мая были на фронте. Я мужа спасла жизнь в Сталинграде. Он сгоревший был в танке, я его вытащила оттуда. Что значит? Он же не был еще вашим мужем тогда? Не был. Будущий. Это был просто чужой молодой человек? Чужой молодой человек. И я ему спасла жизнь. Мы его вытащили санинструктором с горящего танка. И он сказал, жив буду, я тебя найду. После войны я на Украину не поехала, у меня родные все погибли. И он мне искал 2 года. В 47-м году он меня нашел. Я уехал в Узбекистан, Ташкентскую область, город Черчик. Он мне в Черчике нашел. И я решила заработать еще орден. Я думаю, что у меня их мало. И я... А как он нашел вообще? Как он вас мог найти? Вот нашел, искал через Ленинград, все узнал. А что, солдаты, они такие, как вам сказать, свои слова держат? То есть, если он дал слово, так и держат? И мы поженились. И у нас родилось 8 детей. Два раза по 2. Первые двойни. И последние двойни я родила, когда мне было за 40, а ему под 50. Вы никак остановиться не могли? Да, аппетит появился. Ну, прекрасно. Несмотря на то, что вы спали на соломанный матрас, у нас приданность не было, наказаться. Солома очень полезная. А, это солома вам дала такой старт с первых детей. И два раза по 2. Первые двойни. Два раза двойни у вас были. А ваши дети живут в Америке или в Узбекистане остались? Нет, сейчас в Америке живут и в Израиле живут. Вы бывали когда-то в Израиле? Один раз я была. А вот, как мать-героиня, вы смотрите, у ваших детей тоже много детей? Нет. У меня только 16 внуков. Только 16 внуков? Это мало. Ну да, конечно. Я еще, кроме того, что своих 8 детей, мы воспитали племянника. В 48 году у мужа умерла сестра и нам привезли мальчик 8-летнего. Мы его вырастили, женели. Сколько у вас тогда уже было детей, когда вам привезли? У вас было четверо детей? У меня еще не было своих. А, своих еще не было? Мы только поженились. 48 года. Да, и вот привезли нам Давида. Мы его вырастили, женили, он сейчас живет в Израиле, он президент евреев, выход с Украины. С Украины. А скажите, у вас еще не было детей, вдруг вам привозят 8-летнего мальчика. Как вы на это среагировали? Мне было 22, ему было 8 лет. Ну, куда его не было? Но это же был не ваш ребенок. Ну, и что ж, это же мужа племянник, и хоть бы чужого мы бы тоже воспитали. Ну, мы бы вырастили, женили, и он кончил институт в Ташкенте, а сейчас его дети для меня тоже, как и внуки, как и правнуки. Хорошо, мы с вами еще поговорим про вопросы мамы героини и ветерана. И немножко я бы хотел спросить Григория. Скажите, Григорий, у вас такие погоны серьезные, у вас медали, ордена. Кто вы по званию вообще? Перед кем я сижу? Вы сидите сейчас перед капитаном первого ранга в зад, в отставке. Это равняется где-то полковнику? Это полковнику, совершенно верно, да. А закончили войну вы кем? Закончил войну старшиной. То есть, вы от старшины в течение вот этих сколько-то лет, 40, да? Значит, несколько слов о себе. Можно? Да, естественно. Значит, я начал воевать, я пошел добровольцем в военное училище в Средней Азии, в Самаркандской области, в Катакургане находилось Гомельское пехотное училище. Мы говорим о каком годе? О 943-м. А, это уже, а война уже шла? 1943-м, да. Война ушла, вам было 18 лет? Еще не было 18, значит, но подходило к этому. Я пошел в это училище учиться на командиров взвода пулеметная пулеметчика. Значит, мы там учились 6 месяцев и должны были нас выпустить лейтенантами. Но это был уже август 43-го года, уже, значит, эта самая Курская дуга прошла, уже и так далее, значит, требовались пополнения, и поэтому все наше училище во главе с начальником училища отправили на фронт. И так во фронт вы приходите в 18-летнем возрасте? В 18-летнем возрасте, совершенно верно, да. Вот, ну, прошел я, не буду долго задерживать, значит, прошел всю Украину, участвовал в освобождении Киева, Львова, потом Перемышля, потом освобождали Польшу, значит, Но вас, слава Богу, красивые девушки не вытаскивали из танка? Девушки нет. Нет, у меня ранение было, но мне, это самое, я сам добрался до медпункта, а потом вернулся снова в строй, вот, значит, и участвовал во взятии Берлина, и после этого всю нашу армию повернули на юг, и еще мы участвовали в освобождении столицы Чехословакии и города Праги. Значит, война закончилась, я попросил разрешение, мне дали, значит, как поощрение вроде, разрешение продолжить учебу, и начал учиться в институте. В каком институте? Значит, ну, во время войны я поступил в сельскохозяйственный институт, там был. То есть, не имеющий отношение к армии? Нет, нет, конечно нет. Значит, но когда война закончилась, я поехал, поступил в Одесский политехнический, но это было, это был конец октября месяца, значит, уже проучились там, два месяца проучились, и, значит, я пошел к ректору института, такой был, Виктор Апанасьевич, Добровольский. В солдатской форме? В солдатской форме, да. И, конечно, он сразу ответил, он... С орденом красной звезды на одной стороне груди, и медали за отвагу с другой стороны, обратился к нему с просьбой, чтобы он мне разрешил начать учебу, продолжить учебу, продолжить учебу в политехническом институте. Он, значит, всячески отговаривал, сказал, что вам будет тяжело, вы не сумеете, у нас начинаются эти самые курсы подготовительные, и с 46-го года, пожалуйста, вы сумеете пойти. Я говорю, Виктор Апанасьевич, я на фронте мечтал, закончится война, первое, что я должен сделать, это поступить в институте. Мне удалось, я остался жив, прошу, дать мне эту возможность. Вы знаете, что? Отказать нельзя. Я вам задам вопрос один, если вы его, ответьте на него, я вас приму. Я говорю, пожалуйста, вы к чему равны синус квад альфа плюс косинского квад альфа? Я говорю, единицы, зачисляю. И так я стал студентом. Пять лет проучился, кончил институт, здесь приехали покупатели из военно-морского флота, я попал в военно-морской флот. Значит, с 50-го года я служил в военно-морском флоте 30 лет. То есть вы плавали? Плавал, плавал, участвовал в испытаниях первой атомной лодки Ленинский комсомол, значит, участвовал в других испытаниях. А не страшно? Ну, почему? Подводная лодка. Ну, привыкаешь, ко всему привыкаешь. А как семья ваша относилась? Вы уже были женаты? Да, я уже был женат, у меня уже была дочь. Ну, когда, значит, когда я, допустим, служил в Таллине, это самое, и пришла, пришла лодка на испытания, я, значит, пригласил дочь, вместе с ней, хотя она маленькая была, вместе спустились в кубрик, она познакомилась с жизнью. Ей сколько было? Ей 4 годика. 4 годика. 4 годика, да. Вот, значит, и, значит, я, значит, служил на Балтийском флоте, потом, значит, пошел в академию, закончил нормальный академический курс 3 года, служил на Северном флоте, в Северодвинске, вот я участвовал в испытаниях атомной лодки, А кем вы были по, ну, по штатному расписанию? Нет, по штатному расписанию я участвовал в испытаниях, в основном, лодок. То есть, вы были как бы научный работник, или вы были руководителем лодки? Нет, 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 я был военпредом, военным представителем, да, на этих самых кораблестрелительных заводах, вот, и, что же, значит, после этого, значит, меня пригласили в академию, значит, я кончил академию в 58-м году, и вот меня направили в Северодвинск, а потом на, самое, на Мурманск, полярное, все слышали такие самые места, не столь отдаленные, вот, и, значит, там я прослужил, три года меня пригласили, вернули в академию, попросили быть преподавателем на кафедре боевого использования. Хорошо, я понимаю, что у вас, если взять личное дело, там будет, наверное, каждая графа заполнена кем-то, естественно, но вот мне интересно, скажите, вот сегодня вы живете в Америке, да, вы как-то, каким-то образом сталкиваетесь, с ветеранами войны, американцами. Да. И были ли у вас какие-то контакты, и вообще, возможно, были контакты в то время, когда вот вы были в армии, вы были на флоте с американцами, это были враги ведь? Нет, почему, во время войны, во время войны нет, нет, это была антигитерская коалиция, значит, мы встречались с американцами, я встречался в Лигнице, это было в Германии, это еще во время войны, во время войны, И даже я, как я немного знал английский язык, я был переводчиком среди американцев. А вот сейчас встречаетесь иногда с американскими ветеранами войны? Обязательно. А как происходят эти встречи? Что это такое? У вас ассоциация ветеранов войны. У нас ассоциация ветеранов войны. И вы там член совета, кажется, да? Да, член совета. Президент у нас Розенберг, Леонид Розенберг. Значит, в нашей ассоциации 2864 человека. Скажите, это ассоциация только жителей города Нью-Йорка? Или это всеамериканская, или это все... Нет, значит, в нашей ассоциации жители Нью-Йорка, значит, ну Нью-Йорк, я имею в виду еще и Нью-Джерси, ближайшие. Ближайшие штаты, да. Да, и кроме того, у нас есть еще и представители из других, из Вирджинии, с Горной Вирджинии, потом Сенцинатия. То есть, несколько штатов, но не все американские. То есть, в Калифорнии своя ассоциация есть, да? Да, совершенно верно. Во Флориде где-нибудь своя ассоциация есть. Да, точно так. А вы тоже как-то контачите это все? Обязательно контачим с ними, да. Да, ну вот мы говорим об американских ветеранах войны. Вы встречаетесь с ними, у вас есть какой-то общий язык, скажем так. Естественно, но правда с переводчиком у меня получается. Нет, ну я имею ввиду условный общий язык. Вот вы когда говорите, вы понимаете друг друга, есть даже с переводчиком. Вы говорите об одних и тех же словах. Я скажу почему, скажу почему. Буквально вчера я разговаривал с человеком, к которому пришли дети из американской школы. Американцы. Да. Он ветеран, к нему пришли ребята задать несколько вопросов. Просто это знакомая американская семья. И когда они разговаривали, дети начали спрашивать, а зачем Сталин начал войну с Гитлером? Он говорит, как? Сталин не начинал войну с Гитлером. А как? Россия заняла Польшу, Россия агрессор. То есть вот такая вот информация. То есть таким образом, значит, или они читают другие книги, или у них ветераны рассказывают другие вещи. Виктора Суворова, наверное, читали. Может быть. Скажите, пожалуйста. Да. А вот когда вы разговариваете с ветеранами американской армии, вы на события смотрите одинаково или нет? Или по-разному? Или у вас не бывает столкновений? Нет, столкновений не бывает. Вот у нас было крупное такое самое мероприятие. Мы вместе с американскими ветеранами войны участвовали в этом самом посещении музея Холокоса. Вы знаете, что здесь в Нью-Йорке есть такой музей. Очень, очень интересный музей. Мы там с ними встречались. Потом у нас было, это самое, собрались вместе, беседовали. Это самое, оказывается, мы где-то рядом и были во время войны. Только, значит, он был, естественно, с той стороны Эльбы. Мы были с этой самой, с восточной стороны Эльбы. Значит, вот так. Беседы мы с ними ведем. Значит, наше, руководство наше участвует в пункт, есть такой пункт, пост номер один. Это самый, американцы. Вавзолея. Американцы. Нет, не вавзолея. Нет, это в Москве. Я подумал, может быть, здесь. А здесь пост номер один. Значит, это самые американцы, американские там ветераны. И часть наших ветеранов тоже. Пост номер один. Что это такое, пост номер один? Я не могу сказать, потому что я в нем не участвую. Но это самое, но там собирается, периодически там собираются ветераны, наши ветераны и ветераны-американцы. И ведем, естественно, беседы друг с другом. Понятно. Ася, чтобы вы не заскучали. Да. Все-таки у нас дама. Да. Мама героиня. Совершенно. Скажите, Ася, а вообще много было девушек, солдаток вокруг вас, вот когда вы были на фронте? Да, вообще было много. Но я в нашей... Я была самая молодая. Я себе всю жизнь... Да вы сейчас молодые. Да. Когда я была в Сталинграде, мне было 17 лет. Я спасала многим жизнь. Я спасла жизнь человека, который сейчас мы живем в одном доме. А, здесь в Америке живем? Да, мы встретились. Аксу Людмой Горни. Мужа вы находите в танке, спасаете человека, который живет еще в одном доме. Вы ему тоже квартиру помогли, что ли, дать? Нет, он сам получил. Но получилось так, он был контужен, я его подобрал на поле боя и доставила до палатки. А потом его перевели в другой госпиталь, он был совсем контужен. А потом в 45-м году я на Украине не поехала, я узнала, что мои все погибли. И я поехала в Узбекистан, в город Черчик. Я пошла работать на военном заводе токарем, чтобы получить рабочую карточку 700 грамм хлеба. А вечером открыли школу медсестер в танковое летное училище. А, то есть вы были на фронте медсестрой без диплома? Да, без диплома я не успела. А, это, конечно, вам мешало. А тут я пошла работать, учиться на токаре. А вечером открыли в летное танковое училище, открыли школу медсестер. И я пошла учиться в эту школу. И когда я пришла, я встретила это Аксель Удара Григория, которому я жизнь спасла. И я что-то здесь делаю с Гришей. Он говорит, я учусь на летчика. Это было в 46-м году. А сейчас я получила квартиру, я с ним опять встретилась. Вы опять задали ему вопрос, что ты делаешь здесь, Григорий? Каждые 30 лет вы задаете? Он был танкист, и он потом попал на Курской дуге. Он в один день подбил 4 танка. И мы должны были присвоить, как герой Советского Союза. Но он эту награду не получил. А вообще он получил какую-нибудь награду? Да, ему дали за отвагу на место герой Советского Союза. Что помешало, не знаю, или может быть 5-й графа. Но сейчас мы с ним встретились. Я живу на 3-м этаже. Он живет на 5-м. Он очень прекрасный человек. У него очень хорошая семья. Подруга у него Полина. Я надеюсь, может быть, если он смотрит эту передачу, вы о нем так хорошо говорите. А теперь я вытащила с горящего... Я подобрала в Саренграде раннего солдата Гурина Александра. Вот у нас даже снята в газете, про нас написано, что я ему жизнь подарила. И когда я его доставляла до палатки, по дороге меня осколком перебило руку правой киси. Вот у меня пальцы-то серпо перебиты. Но я его не бросила. Я его дотащила до палатки. И потом я сама попала в госпиталь. А теперь через 52 года мы с ним встретились опять в нашем доме. И вы знаете, он меня узнал. У него тоже прекрасная семья, прекрасные дети. Но он сам уже перенес два инфаркта. Я многим жизнь спасла. Но многие погибли. Многих уже в живых нет. И теперь перед смертью все просили, доченька или сестричка, обними меня, поцелуй. Я всех целовала, всех обнимала. Я не смотрела на нации, на цвет кожи. Скажите, пожалуйста, а вот то, что вы рассказываете сейчас, об этом знают ваши дети, внуки? Все знают. У меня очень много... Они что, приходят к вам и говорят, бабуля, а бабуля, расскажи нам. Вот прямо так приходят и садятся и слушают вас. Они все знают, я им все рассказываю. У меня очень много вырос из газеты. И они, я все... Им не скучно вас слушать? Нет. Очень часто многие, я объясню почему, очень часто многие люди, прошедшие войну, ветераны, у которых как бы есть что рассказать, жалуются, что дети и внуки, у них нет времени, нет времени слушать их. И как только дедушка или бабушка что-либо начинает, они так... Ой, дедуль, другой раз. Другой раз обязательно. Нет, мои дети гордятся мною. Я ими горжусь. Я живу в Старой Сити, а на воскресенье я еду, они живут на Бейпаркве. Так все собираются у одной дочки. И как мама пришла, но я пустая тоже не хожу. Я ими пеку и несу. У палки два конца. Они мне все любят, я их люблю. Мои дети все получили в высшее образование. Все учились музыкальные. Они были сыты, будто и дети. Я их общевала. Восемь детей у вас, да? Да. Восемь детей было. Нет, сейчас у меня осталось шесть. Да, но у вас восемь детей было. Было, двое погибли. У меня дочка утонула. А сын, муж умер в июле, уже пять лет прошло. В ноябре у меня погиб сын. Остала жена и двое детей. Так что у меня сейчас шесть детей осталось. А скажите, они между собой дружные дети ваши? Очень дружные. Вы знаете, где много детей, как говорят. Они друг друга нянчили, друг друга помогали. У меня никого не было, ни папы, ни мамы, ни у кого. Они мне уже старше помогали. Старше помогали младшим, да? Младше. Они мне очень дружные. Я их люблю, они мне все любили. А вот откуда вот эта дружба? Потому что очень часто сталкиваемся так, что как-то братья и сестры, они не очень дружны между собой. Они видели, с какими трудностями, как мы их растили. Ну, наверное, все с трудностями растили детей. Нет, особенно. Я на ходу ела, на ходу спала. Я не успевала. Я проработала 54 года в медсестрой. Я врачом не стала. У меня не было возможности получить высшее образование. Но дети все получили высшее образование. Я работала до 93-го года. Я работала сначала хирургической медсестрой. Потом перевели мне дом грудного ребенка, где подкинуты и дети. Я до 93-го года работала. Я еще 18 лет. Я ушла на пенсию 50 лет, как многодетная. Я еще 18 лет работала. Скажите, а вот сейчас вы как-то встречаетесь вместе? Вот семья, вот большая семья, да? Ну, вам хотелось бы больше иметь внуков, я понимаю. Но 16 тоже хорошо. Вот бывает такое, когда все вместе встречаются? Вот, например, когда у вас будет 80-летие. 80-летие. Все соберутся? Да, и дочка приедет. У меня дочка живет в Ханале. Я ее родила 9-го мая. А, у вас 9-е мая, это как бы праздничный день и победы. И победы. А теперь день влюбленных. У меня три именинника. Я дочку родила. Вы старались рожать праздников? Я не была, но это было 14-го февраля. 14-го февраля я родила дочку. И когда ей было 6 лет, я родила последнюю двойню. Последнюю двойню я родила, мне уже было за 40, а мужа под 50. И вот сейчас... Ну, за 40, это же, наверное, тяжело решиться на такое. У вас, наверное, муж был такой крепкий мужчина, который... Да, два героя. Я же думаю, мы спали на соломанном матраце. Ну вот, так что... Вы прожили вместе 50 лет, да? Он один месяц не дожил до 50 лет. Он заболел тяжелой болезнью. И он у меня всего 5 лет прожил в Америке, и он у меня умер. А скажите, вот внуки, которые живут в Израиле, внуки, которые живут в Америке, они как-то общаются? Общаются. Вот дочка мне позвонила. Мамочка, на твой день рождения я приеду, я тебе заберу в Израиль. Она живет в Бейер-Шеве, которая родила ее 9 мая. Она работает врачом в психбольнице. То есть она приедет за вами и завезет вас в Израиль? Они меня любят, я их люблю. Я когда еду к ним, я и напеку, и нажарю. Но, может быть, вы расскажете секрет тем людям, у которых нет такой контакт с детьми? Какой у вас секрет? Как вам удается так? Мой секрет, говорят, движение – это жизнь. Я стараюсь двигаться. Если я в субботу еду к детям, вот эта суббота я у них была, я в полпятого утра уже поднимаюсь и начинаю блинчики делать и торты печь. Я двигаюсь, поэтому я живу. Я тоже горе много видела, но я стараюсь вижить. Я детям нужна, они мне нужны. Но зарядку вы не делаете, да? Делаю. А, вы делаете зарядку? Вы знаете, я хожу в садик, называю детский садик. Так нас выбирали заниматься йогой. Так вот, нас ходит 200 человек, нас 8 человек выбрали, в том числе и я. Что значит выбрали? Вы сами хотели? Не проверяли, да мне не меряли. Мерили до этого давление, после этого я прошла. Вы пошли конкурс. Ну, хоть я среди них самый старший, но я не отстаю от других. Я занимаюсь йогой, занимаюсь зарядкой все время. По утрам я делаю точечные массажи. Я стараюсь выжить. А движение – это жизнь. Окей, Григорий. Ну, а как вы по утрам? В полпятого встаете или во сколько? Нет. Встаете? Вы тоже блинчики делаете? В блинчике мне жена печет. Или вы что-нибудь такое морское делаете? Какие морские такие? Нет, самая хорошая физзарядочка у меня. Вы делаете это каждый утро? Порядка получаса с этим массажером, знаете, с деревянными колечками. Каждое утро вы делаете? Каждое утро, каждое утро. Вы каждый день ходите куда-то? Да, да. В ассоциацию хожу, конечно, да. А много вы читаете сейчас? Читаю, все время читаю. Все время что-то есть. Или берем в библиотеки, потом я привез с собой около 200 томов. Я все-таки привез оттуда, с Советского Союза. Так что у меня большая библиотека есть. И то, что я когда-то не дочитал, я сейчас читаю. А что-нибудь пишете? А? Что-нибудь пишете? Написал недавно, совершенно верно. Это какие-то ваши воспоминания? Да, мои воспоминания, да. А для кого вы их пишете? Для детей, для внуков, для потомства? Я постараюсь их ждать. У меня внуки, вообще-то говоря, это самое, всегда, особенно, когда мы жили в Ленинраде, мы жили вместе тоже, в одном городе с внуками. Значит, на 9 мая мы собирались у памятника Петра Вилли, Петра Первого. Знаете, медный всадник, да? Вот, это самое, наша, это, ветеранская организация собиралась в этот день, 3-я танковая армия. Внуки всегда, не было ни одного года, чтобы пропустили, чтобы внуки не пришли, вместе с нами не встречались. Но у меня тогда есть к вам каверзный вопрос. Когда мы с вами обговаривали, я пригласил вас на передачу, как бы я сказал, но я хочу, чтобы в студии был кто-нибудь из внуков. Но, к сожалению, ни вы, ни Ася не смогли поднять ни одного из своих внуков, чтобы они были сегодня здесь. И я подумал, наверное, у них нет контакта с внуками? Нет контакта, у нас очень хороший контакт, и всегда посещают нас внуки. Ну, а почему же сегодня у нас в студии нет молодого человека? Объясняю, что и внук, и внучка работают, и не могут, просто не могут в этот день прийти. Если бы это было в субботу или в воскресенье, конечно, они бы сюда пришли. Кто-то из них обязательно пришел. Да, 9 мая. Хорошо, мы продолжим этот разговор. Я хотел пару слов, можно? После, 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 да, с удовольствием, но мы сейчас сделаем маленький перерыв. Да, пожалуйста. И тогда, уважаемые телезрители, продолжайте смотреть нашу передачу, а сейчас реклама. RTN WMNB – лучшее американское телевидение на русском языке. Только у нас информационные, публицистические и развлекательные программы на любой вкус. Новости, концерты, художественные фильмы, образовательные программы, юмор, ток-шоу. Здесь вас ждут интересные встречи с любимыми артистами, художниками, музыкантами, общественными и политическими деятелями. RTN WMNB – это ваше телевидение. Я приветствую всех, кто присоединился к нашей передаче «Сейчас только». Вы смотрите «Контакт», «Контакт по понедельникам» с Борисом Тенсором. У нас сегодня гости, которые имеют самое непосредственное отношение к Второй мировой войне и к тому юбилею, который намечается в мае месяце. 60 лет окончания этой, в общем-то, ужасной, страшной и долгой-долгой войне. У нас сегодня Ася Гиндина. Спасибо большое, Ася, что вы смогли сегодня оставить своих внуков и свои блинчики и приехать к нам. Спасибо вам, Григорий Гуртовник. Мне очень приятно, вы такой весь представительный, весь такой капитан первого ранга. Благодарю вас. И не меньше. И спасибо вам, дорогие телезрители, что вы с нами. Сейчас я попрошу Яна показать на экране номера телефонов. Мы постараемся их подержать немножко подольше, чтобы вы записали эти номера. Вот сейчас они есть на экране. Пожалуйста, запишите эти номера и, пожалуйста, тоже звоните, участвуйте. Все задавайте вопросы, выясняйте, как Асе удалось быть и матерью героини, и бабушкой героини, и человеком героем. И как Григорию тоже удается все это вместе взятое. Хотя я говорю, что я был как бы настроен немножко бросить камешек в ваш огород. Что сегодня вы не пришли никто с внуками. Что внук или правнуки, или дети не смогли найти в себе возможности с вами быть сегодня в студии. Окей. Но вы как бы свое сказали. А для того, чтобы все-таки, как бы, ваше оправдание, я хочу показать, Ася, это вы попросили меня показать эту фотографию. Я показываю эту фотографию. Сейчас мы ее посмотрим. Это ваша семья, правильно? Вот там фотография у нас на экране, да? Я могу посмотреть. Да, да, вы можете посмотреть. Это ваша семья. Это был какой-то юбилей, или это что-то такое? Это был день рождения у моей невестки, которой сын погиб у его жене. Ей было 40 лет, и мы отмечали. 40-летие вашей невестки. Это же не все еще внуки. Нет, это не все. Нет, нет, нет. Да. Ну, я надеюсь, на 80-летие ваше соберутся все. Да, все соберутся. Хорошо, если вы пригласите, я тоже пригласю. Обязательно. Попробовать, по крайней мере, ваши блинчики. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, мы снимем. И вы хотели показать, что такое, связанное с вашей... С осуществителем. Да, но у нас уже есть звонок, который мы постараемся услышать. Слушаем вас. добрый день здравствуйте это нас кто а израиль город нью-йорк здравствуйте здравствуйте я хотел сказать что неплохо было бы чтобы вашу нет его подхватили все потому что очень многие забывают о войне если бы до 9 мая каждый день были такие передать каждый день израиль каждый понедельник а каждый понедельник хорошо и но и другие я не говорю только вас вы очень хорошо поступили я сам войне не участвовал я не фронтовик и не ветеран но у вас голос такой свежий молодой конечно да но все эти 60 лет я чувствую какую-то ущербность вы знаете несмотря на то что я не участвовал не по своей вине но мне всегда казалось что вот на меня смотрят и говорят а ты почему не не воевал почему ты не был на фронте и вот я хочу сказать что именно вот благодарность нашим ветеранам войны они же победили немцы победили гитлера победили они сделали неслыханное дело и очень радостно понимаете что среди них много евреев это выявилось только в америке мы же раньше тоже так некоторые думали что евреев там мало участвовало войне и так далее они все были в евреи были все в ташкенте да и самое главное что они спасли не только человечество в целом но в частности все еврейство потому что если бы победил гитлер никто бы вы тут не были меня не было никто бы не разговаривал скажите израиль можно я могу вас спросить израиль давайте скажите пожалуйста вот вы вы довольны вот в той организации ветеранов которая есть в эту информацию которую получаете вы или ваш сын или ваша дочь я не знаю меня в доме живет 100 ветеранов войны и они не очень довольны тем что происходит несмотря на то что у нас замечательные руководители этой организации он очень много делает каждый год собирает день победы собрать это кто у нас о ком вы говорите это и фильм ось забыл вылетела фамилия ничего хорошо это не важно я сейчас вспомню я вам скажу но вы знаете нас научили когда-то что не надо останавливаться на успехах которые были а надо смотреть в будущем вот поэтому я григорию григорий гуртовой готовник задать вопрос да пожалуйста я слышал и было посмотрел в интернете выступление элли визеля так торы будучи на открытии нового яд ваших вашема сказал что я не чувствую разницы между периодом перед началом войны и сегодня по отношению к евреям меня это настолько ну как вам сказать настолько потрясло что я все время думаю об этом он очень коротко сказал и сказал об этом поэтому я вас спрашиваю григорий вот что надо было бы делать чтобы изменить это положение может быть на 9 мая все евреи должны одеть желтую звезду но надо же что-то переломать очень интересная мысль израиль одну секундочку одну секундочку а то сейчас вы уйдете из эфира я хотел бы прежде чем григорий ответить скажите то есть у вас идея чтобы все были заметны евреи которые 9 мая будут праздновать что было видно как много или как я не я не знаю любой я любой еврей даже дома даже вот я хожу по своему дому чтобы одел желтую звезду магин дубы чтобы наконец мир повернулся немного и понял что происходит вы знаете элевизор когда выступал он сказал я не по он сказал такие слова я не понимаю что происходит это же элевизор сказал понимаете это же не я говорю это человек который всю свою жизнь хорошо спасибо израиль очень очень интересная идея с желтой звездой мы вот сейчас я послушаю что скажет григорий его мнение хотя это я думаю это немножко неожиданно для вас да да такое предложение и вот с вопросом элли визеля что вот накануне войны вы могли бы как-то что-то свое сказать мнение вы считаете тоже я считаю что мы проводим наш ассоциации самое в которой руководитель наш президент леонид разенберг проводит очень много это самое работы с участием евреев у нашей организации абсолютное большинство это евреи а вот как вы смотрите на такую идею которую сказал вот израиль я думаю что этого не нужно делать вот мы допустим 9 мая мы устроим парад мы пройдем ну хоть небольшое расстояние там уже люди пожилого возраста но все пройдем от этого самого от миллениума где находится наша ассоциации вы знаете где миллениума да 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 конечно через 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 брайтон это на брайтоне на брайтон бич нью-йорке мы говорим об этом потом через брайтон бич поведем повернем на ботворк пройдемся по ботворку и там устроим митинг а затем еще в это самое 3 часа мы соберемся шорфронте который находится там недалеко так что самое мы принимаем активное участие и это самое чувство каким образом это как-то связано с еврейством даже израиля я понял как бы взволновал вопрос связанный вот то что сказал или визель это что касается как бы еврейство накануне второй миловой войны и сегодня опять эти эти же проблемы и антисемитизма и ну какого отношения мы мы это самое от нас очень много там поступает информации в газеты мы пишем об участии евреев в отечественной войне в нашей организации абсолютное большинство если 2860 я считал человек то я думаю что две больше двух тысяч это евреи понятно секундочку у нас есть звонок и человек ждет уже давно у нас в студии марки с города сан-франциско здравствуйте марк вы с нами борис здравствуйте а все здравствуйте григорий здравствуйте борисова сегодня красивые люди в студии посмотри сколько наград мало а вот у меня нет ничего нету никогда не ловко даже молодого ведущие люди сидят вы знаете конечно хочется пожелать ему здоровья хочется пожелать им всегда оставаться такими красивыми они сегодня мне при просто при подняли настроение у меня все будет прекрасное красивое настроение вы знаете меня тоже два деда были участники войны 11 дед правда пропал без вести а второй служил на каспийской флотилии главным корабельным страшной и ихнюю задачу ходила обеспечивать зенитными зенитные установки снарядами которые чтобы сбивать фашистские самолеты которые рвались к боку и я ими всегда гордился горжусь и я буду помнить сожалению меня второй дед умер семьдесят девятом году но я их помню всегда а скажите марк вы знаете истории жизни вы знаете второго деда да я его помню а первый дед который пропал без вести к сожалению я я сам человек молодой я его не застал я его не помню а у вас есть дети до борис у меня есть двое детей сколько им лет а сына у меня 10 лет а дочки двадцатый год какой двадцатый а они знают о ваших о вашем деде это вообще историю знаете вы знаете борис у меня есть прекрасные военные фильмы освобождение битва за москву блокада иногда я ставлю и объясняю что такое фашизм и что стоило народу дойти до берлина сколько смертей а как ваша фамилия марк чё ваша фамилия как моя фамилия тема 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 а сама сама просто интересно может быть кто-то живет сан-франциско и знает как-то вас и таким образом обратиться к вам все-таки вас будет больше который будет смотреть этот фильм может быть борис борис хотелось бы задать задел хотелось бы задать вопрос нашим ветеранам ажонс григорий как вы считаете нужно ли молодому человеку пройти такую школу которая называется армия вот не интересует этот вопрос как они считают что они думают по этому вопросу вы хотите чтобы именно а григорий отвечал его не может быть начали начнет у нас ася которая мама героини которая прошла как женщина вот пускай ответит аси и пускай ответит григорий мне будет очень интересно послушать спасибо вам спасибо ася я считаю что надо у меня армию или войну пройти на войну если при необходимости если нужно армии обязательно надо у меня три сына все были все были на этот в армии все отслужили армии но вот сегодня например ирак вы мы живем в в америке мы граждане американские и наши дети наши внуки подрастают становится в возрасте 18 лет когда можно пойти в армию чтобы вы сказали своему внуку который соберется в американскую армию я сказать я бы сказала раз нужно так нужно если всех берут его бы взяли чё сделать отставать от других же нельзя говорят крути колесо как она крутится вы мудрая женщина а григорий вы тоже такой мудрый что вы скажете я я считаю мудро не мудро я считаю что конечно армию надо обязательно пройти каждый молодой человек должен пройти армию для чего армия дает дает это самое хорошую закалку мудрость поэтому в армии надо быть плохо конечно войне участвовать но бывают такие случаи когда невозможно без участия войне как допустим понятно но армия вы считаете делает из мужчины делаем мальчика мужчины да совершенно верно давайте посмотрим что у нас там следующий выступающий звонящий гософия город балтимор здравствуйте софия выставим студии борис и я в первую очередь хочу вам сказать огромное спасибо за то что вы подняли такую трепещущую тему волнующую тему и пригласили этих святых людей на передачу я считаю ветераном войны святыми людьми они остались живы и это большое счастье мой отец к сожалению погиб я его не помню я была малышкой до войны но самое главное у меня муж к сожалению покойный он земляк аси он тоже из володарск-волынска и первый вопрос я хотела бы спросить у вас и была ли она не волнуйтесь софия не волнуйтесь говорите спокойно в володарск-волынске повторите вопрос пожалуйста первый вопрос я хотела бы задать аси была ли она после войны в послевоенные годы хоть один раз в володарск-волынске на своей родине есть второй вопрос тоже и второй вопрос конечно меня интересует хотя бы вкратце ее награды когда за что как спасибо великое награды ну ася пожалуйста теперь ваше слово были вы в местах своей юности не было потому что у меня родители погибли отец и мать и сестры одна сестра живо осталось это я ее уже после войны нашла во первых я после войны попала в узбекистан я когда узнала когда война конца мне было 20 лет я узнал что все погибли и мы с подругой уехали в узбекистан больше уже не попали туда не поехали нет понятно на украине я была где моя сестра жила она жила на украине я ее нашла после войны а после войны володарск-волынске я не было но там была моя сестра она все узнала что у нас дом изгорел родные все погибли а потом у меня дети были маленькие мне не было возможности конечно конечно я пусть и каждый год рожала как так финансово вы могли такую поднять в семью можно вас спросить такой нескромный вопрос как знаете это все хватало денег я работала медсестрой но я научила шить и обшивала детей я закручивала на летом на зиму я стоя все делала я мало спала вас не было времени садиться и вставать вы все время стоя делали ну вот так выкручиваться надо и я все создала условия дети были одеты и обутые а второй вопрос самое главное для вас награды награды самое главное самое главное у меня этот за победу в германии у меня есть у меня самое главное за оборону сталинграда и за оборону киева после сталинграда мы освобождали город киев 19 армии я получил из обороны киева и за обороны сталинграда вот у меня вот а теперь наш медико-санитарный батальон соединили 2 украинский 3 белорусский мы освобождали города белоруссии и я зашла в берлине у меня победа была в берлине я два раза была раненая третий раз была контуженная но мне два ордена участника войны мне из обороны сталинграда заборона киева теперь у меня орден материнская слава что это редко у кого сейчас бывает у григория я не вижу григорий у вас нет такого ордена материна отцовской славы отец отец герой за жукова меня за столетие ленина есть хорошо награды хорошо что вы говорите отец вы отец герой да да я хотел бы и добавить можно пара раз воспользоваться случаем что наша организация это самое выпустила видите вот этот самый буклет по дню победы на первой странице его это самый герой великой отечественной жуков а рядом он тоже член вашей организации нет он уча нет он не член но мы считаем его главным главным участником почетный член вашей организации да почетный да и это самое вот наша медаль которая выпущена в честь 60 это не медаль это ваша организация медаль это наш на юбилейный знак который выпустила наша организация 60-летие победы и пару слов еще восьмого мая 12 часов 8 мая 2005 года на часов будет митинг и праздничный концерт театре миллениум девятого мая в 11 часов будет праздничное шествие в этот парад парад победителей называется это вы хотите как бы тем ветеранам которые еще которые они узнали чтобы они знали готовили чтобы они и последнее защищали свои костюмы ботинки совершенно верно и готовились к празднику и последние 8 часов вечера 9 мая собраться за праздничным столом устроить банкет хорошим настроением хорошим самочувствием в ресторане ашана приглашаем скажите а можно вас спросить да у вас награды есть вот у вас я вижу ну я самая главная награда какая красной звезды орден красной звезды моего папы была такая вот награда орден орден отечественной войны орден красной звезды здесь у меня есть медаль чехословакии за освобождение праги мы участвовали в освобождении праги дальше ну все юбилейные медали понятно понятно да у нас кто-то еще на линии пожалуйста включаем у нас город город нью-йорк том здравствуйте том здравствуйте добро пожаловать вы слышите меня прекрасно вас слышу да вы если я лучше вам хотел сказать вот один из телезрителей предлагает вам выйти на демонстрацию массовом порядке с магин долином вы подумайте что он сказал и вы меня удивляет как вас это заинтересовало это знать это политично было вообще сказать такую вещь это в эфире это надо отключать эфир наверно может быть он не совсем здоров и поддерживать эту идею нельзя я бы хотел сейчас слушать ваше мнение да здравствуйте да том спасибо что вы позвонили это первое второе по поводу по поводу аполитичности вы знаете эти слова как-то уже ушли из нашего лексикона и я думаю что слава богу потому что каждый человек который смотрит слушает и умеет говорить и умеет высказывать мнение в моем представлении этим не интересно передачи нашего телевидения ртн что мы имеем возможность позвонить высказывать свое мнение мы имеем возможность выслушать мнение других это всегда дает возможность нам расширить свой кругозор и свое представление о вещах выйти со звездами это не худшее моем представление я не знаю правда как это надо сделать каким образом такие звезды должны быть или может быть другие звезды или может быть каким-то образом показать, что это идут евреи, ветераны войны. Вот что меня заинтересовало, вот что мне понравилось. Мне понравилось, что этот человек как бы загорелся идеей, чтобы в том шествии, это не какая-то демонстрация протеста, а в том шествии, которое будет в праздничный день, было видно, что здесь много идут ветеранов, которые имеют отношение к еврейству. Вот это главная идея, которая мне понравилась. А вот как ее воплотить, я пока еще не знаю. Я с удовольствием выслушаю и ваше мнение. Вот вы считаете, что это не надо. А кто-то считает, надо. Будем обсуждать, будем думать. Вот Григорий тоже пока не знает. Да, Григорий? Нет, я сказал, что я считаю, что этого не нужно делать. Вы считаете? Это напоминает нам 41-й год, когда немцы гнали евреев в генка. То есть это какие-то ассоциации, немножко из другого плана. Понятно. У нас еще кто-то на линии, пожалуйста. Мария, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Мария. Вы с нами в студии. Да. Добрый день. Здравствуйте. Я очень благодарна Марису Тенцеру. А я вам, Мария. Здравствуйте, передачу. Я вас слушала вот в субботу, в воскресенье. Вы сказали, что будете говорить с ветеранами. Вот передо мной сидят два человека, родных моих. Мы в одной ассоциации. Ася Гиндина и журналист, и капитан Григорий Гуртовник. Гуртовник, да. Он помнит меня. Мы, когда-то, с американской корреспонденткой вместе фотографировались. Верное у него фото. Очень хорошо, что вы организовали такую передачу. Эта женщина действительно героическая, я ее хорошо знаю. Они меня знают, Лундину. Я тоже ветеран войны. Я участница обороны Москвы. Я тоже была медсестра. Я участвую в хоре. И мне уже будет 85 лет скоро. Я кончала МГПИИ. И я была переводчицей на заводах Микояна Игуревича и Лавочкина во время войны. Потому что меня, как ядерику, мне засылали, как разведчика. И я очень довольна моей жизнью. Я тоже имею четверых детей. Когда Василий спросили, как воспитывать надо детей, детей надо воспитывать трудом и личным примером. Вот у меня четверо детей. Прекрасных детей. Все знают моих детей. И они выросли трудолюбивые. И очень хорошие. Они очень хорошо относятся к маме. Хотя я, живя везде и всюду, я 50 лет преподавала английский язык, когда мы уже стали переезжать на Камчатку. Я была в Петропавловске, Камчатском, в Елизавете. Вот. И работала по 6 уроков на первой смене, 6 уроков на второй. И, конечно, оставались дети с няней, с ординарцем. Но хорошие дети. Я вам очень благодарна за такую хорошую передачу, родной человек. А вам, мои коллеги, я желаю долгих лет жизни. Вот 20 мая мне уже будет тоже 85. Вот. Так что вот так. До 120 говорят в этой ситуации. И действительно, если у человека есть такой настрой на жизнь, это то, о чем я говорю каждый раз в передачах, что это передача для молодых. А молодой человек это тот, который внутри себя молод. Вы знаете, я поздравляла наших ребят, которые сражаются в Ираке. В Борохол меня пригласили. Ну, надо было на английском языке. Бабушек, дедушек, родители. Что они родили таких, воспитали таких героев. Прекрасно. И я живу только песней. Вот они, люди знают, что я пою в хоре. И у меня 9-й. Да, мы знаем. Хорошо. 10 детей. Хорошо, Мария. Спасибо, что вы с тобой дали. Большое спасибо. Большое спасибо вам. У нас следующий звонок есть. Пожалуйста. Город, это не Жерзи, Борис, мой тезка. Здравствуйте, тезка. Поздравляю вас с наступающим, ну, не скоро еще праздником. И особенно вас, товарищ полковник, и вот эту прекрасную даму. Прекрасная дама. Которая для меня явно героиня, потому что имею столько наград, обязательно она героиня. А сколько детей, внука, вот где героиня у нас, нет? Да. Товарищ полковник, мой отец погиб, освобождая Брест. И, конечно, служба в армии, дело почетное. Участие в войне, если это защита своей родины или справедливая война, это благородное дело. Но не всякое участие в каждой войне является почетным делом. Бывают войны несправедливые, бывают войны, напоминающие фашизм. Вот в таких войнах лучше, чтобы наши дети не участвовали. Воин должен вызывать уважение у всех честных людей. Хорошо, Борис, большое спасибо. У вас есть вопрос? Нет, у меня только пожелание вот этим двум героям долгой жизни. Спасибо. Вы знаете, Ася, я вспомнил, вы ведь у нас поэтесса. Да. Вы же пишите стихи. Я стихи пишу. Потому что у меня вот на столе есть такое. Любимой бабушке, как солнце светит днем горячими лучами, так освещаешь ты любовью всю семью. И кормишь нас прекрасными блинами, опять блины, как горные ручьи Амударью. Прекрасно. Это ваши внучки написали. А вы можете прочитать? У нас осталось вот пару минут, одну минутку на ваше стихотворение. Я хотела решиться, что я получила. Ну, давайте, стихотворение. Это главное. Сидя, сидя, сидя. Самое главное. Мать – это тайна земли. Мать – это чудо природы. Мать нам жизнь дала. Мать помогает в несгоды. Рядом с мужчинами, рядом, в боевом строю. Мама пела военные песни, жизнь отдавала в бою. Мама слышно повсюду, понятно на всех языках. В Грузии слышно, деди. В Узбокистане, а я – мать-санитарка, связистка, летчица, медсестра. Мать – красота и сила, бессмертная она всегда. Я выстоять сумела в Сталинграде. Не захлебнула с волнами в Крыму, но словно снайпер спрятанный в засаде. Нас выбивала смерть по одному, пока в обойме есть тиши патроны. Покуда бьются старые сердца. Займите круговую оборону. Держитесь, ветераны, до конца. Когда земля дрожала, как живая. Когда от нашей крови тает лед. Нас выручала дружба фронтовая. Она и нынче нас не подведет. В огне сражения. Вместе мы горели. Мы иначе не умели тлеть. И если все мы это одолели, то старость тоже сможем одолеть. Прекрасно. Ася, прекрасно. Наверное, поэтессами становятся, когда хорошие дети, когда хорошая семья, когда все в доме хорошо. Правда? Мне женщина задавала вопрос, какие награды. У меня же здесь в Америке есть губернатор штата. Мне подарил почетный драмат. Я верю. У нас просто осталось несколько секунд. Ну, хоть попытать это почетный драмат. Нет, мы уже... Мы все верим, что мы получили. В следующий раз мы еще встретимся. Григорий, большое вам спасибо. Большое спасибо за то, что вы сегодня с нами. Я желаю вам завтра хорошего дня рождения. Спасибо. И, как говорится, до 120 вам хорошей жизни. Вы наверняка можете спокойно. Могу, да. Ася, большое спасибо вам. Привет большое вашим детям. Спасибо. И хороших блинов вам. Я сам с удовольствием приду. И спасибо вам, дорогие телезрители, за то, что вы были с нами. С вами был Борис Тенцов и программа «Контакт» – «Контакт по понедельникам». Приходите тоже к нам. Всего доброго. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok